На Филейке демонтировали фонтан с золотыми рыбками. Сейчас на его месте находится яма с песком. Однако в скором времени там начнется строительство нового фонтана. На нем также будут установлены золотые рыбки. Прежние элементы декора сейчас увезли для снятия копий. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Кировскую теплоснабжающую компанию оштрафовали за несвоевременную подачу отопления в дома кировчан. Прокуратура посчитала, что КТК в течение четырех месяцев не принимала меры по устранению дефектов. В результате жители города оставались без тепла, в то время как среднесуточная температура на улице была ниже 8 градусов. За это теплоснабжающей компанией был выписан штраф в размере 50 тысяч рублей. Сегодня в Кирове почтили память про родителя вятской статистики. Со дня рождения Спасского Николая Александровича на днях исполнится 169 лет. По этому поводу к памятной табличке в Кировстате сотрудники учреждения возложили цветы. Руководитель облстата напомнил Николай Спаский – человек, который стоял у истоков вятской статистики. Кроме того, он был историком и краеведом. В память об этом человеке сегодня в Кирове открыли вторые спаские чтения. Они посвящены истории нашего края. В Вятскополянских лесах разложили вакцину от бешенства для диких животных. Для этого в начинку приманки кладут пластиковую ампулу. Для иммунизации взрослой особи достаточно всего одной капли вакцины. После чего в течение года животное не заболеет бешенством. Напомним, этому заболеванию подвержены лисы, янотовидные собаки, кабаны и волки. Поэтому вакцину разместили вокруг лисих нор, а также на путях миграции диких и безнадзорных животных. Продолжение следует...